Добрый вечер в футбольном клубе. Я Василий Уткин. На канале НТВ в прямом эфире информационная передача о футболе. Переход от торжественных событий прошлой недели, когда две русские команды заполнили полуфиналы Еврокубков к напряженным будням, сегодня обозначает очередной сбор национальной команды России. Послезавтра ее ждет товарищеский матч со сборной Франции. Матч, полный глубокого смысла. Ведь французы – наши соперники по отборочному турниру чемпионата Европы. Такая игра сейчас очень нужна нашей команде. В случае удачного исхода можно серьезно поднять свой рейтинг в мире и, что важно, в России. Французы уже в Москве. С высочавших командой Межаке был корреспондент футбольного клуба Роман Тружечкин. Главная новость в составе нет Зинадина Зидана. Продолжение следует... Просто они должны были лететь в Москву другим самолетом. Задержка авиарейса несколько быкорректировала план транспорта, а только этим обстоятельствам было беспокоено в жраке, сержавшись от страненных и столовые вежливости, отмечавшихся на рубки и ненагативного обращения. Французы вели себя раскованным. Французы вели себя раскованным. Французы вперед и два выйдя на улицу завелся композиционально, когда он помогает с телефоном. Разумеется, что из-за скорости не смущаясь, пускали с курицей в репорт в воду с проходить пассажиром в Крамовскую договорку, а в автобусе на светло-джи были измечены игральные карты, и зачинщик из гидкоспетил Дедье Дешам. Прилет французов из Дейкнота оказался внешне к этим пустомками, но несмотря на это, профессиональные и нечетности их поведения проглядывали черты серьезно организованной акции. Французы вели себя раскованным. Несмотря на то, что российская команда не попала во Францию, к концу отборочного цикла в высказываниях тренеров и функционеров РФС появился оптимизм. Все в один голос утверждали, что наконец команда начала представлять собой единое целое, что в ней царит дружная рабочая обстановка и существуют все условия для создания боеспособной сборной. Я имею свое собственное мнение, вы знаете, что я считаю, что Борис Петрович должен по крайней мере еще один отборочный цикл поработать. В России есть потенциал очень хороший, нам важно этот потенциал реализовать в конкретной спортивной деятельности, а иначе говоря в результатах. Эта позиция Вячеслава Колоскова была достаточно принципиальной, по крайней мере этот аргумент оказался пока решающим в сложном вопросе о тренере. Именно поэтому Борис Игнатьев остается пока руководить сборной, хотя и не подписал на сегодняшний день нового контракта с РФС. Однако прошло совсем немного времени, и рабочая обстановка в сборной руководство РФС фактически пожертвовала. Во время сбора национальной команды в Греции выяснилось, что у игроков есть серьезные финансовые претензии к футбольному союзу, который, видимо, не полностью выполнил свои обязательства по предыдущему отборочному циклу. Среди прочего, футболисты высказали недовольство техническим спонсорам сборной американской компании Nike. По слухам, одна из главных причин – недовольство игроков сборной бутсами, в которой РФС их обувает чуть ли не насильно. Между тем, у многих футболистов есть собственные рекламные контракты с производителями спортивной обуви, приносящие игрокам в среднем по 20-30 тысяч долларов в год. Пронес еще один слух о том, что в контракте РФС и Nike появился новый пункт, в соответствии с которым не менее 8 игроков сборной России, выходящих на поле, должны быть обуты в Nike. Во-первых, никаких жалоб со стороны ваших футболистов по поводу качества бутс Nike не было. Во-вторых, о каком-либо давлении с нашей стороны на РФС и тем более на игроков не может быть и речи. Мы уважаем контракты футболистов с другими фирмами. Кроме того, техническое спонсорство предусматривает прежде всего экипировку, то есть обеспечение формой как таковой. С бутсами все намного сложнее. Естественно, Nike заинтересована в том, чтобы у нас было как можно больше индивидуальных контрактов с игроками сборной России. В последнем товарищеском матче против Греции большинство ваших футболистов были обуты в Nike. Мы рассматриваем это как хороший знак. Авторитетное мнение представителей Nike ситуацию проясняет лишь отчасти. Нам неизвестны истинные причины финансовых разногласий между РФС и игроками сборной. Из многочисленных интервью на эту тему можно сделать только самый общий вывод. За федерацией числится задолженность. В этом контексте недовольство бутсами представляется как самая несущественная, если не сказать надуманная проблема. Но именно эта сторона разногласий известна общественности. И, возможно, в силу этого вся ситуация с финансовыми и организационными претензиями игроков к Российскому футбольному союзу прозвучала достаточно широко. Ясно, что никакого давления на РФС, никаких дополнений к действующему контракту Nike не добивались. Таким образом, вопрос взаимоотношения РФС и игроков сборной становится более предметным. Это вопрос порядочности и финансовой состоятельности РФС, а, возможно, даже дееспособности его руководства. На данный момент финансовое положение сборной России уступает не только командам Украины и Франции, но даже Армении и Исландии, беднее нас только Андорра. Очевидно, что РФС будет всеми силами стремиться сохранить выгодный контракт с Nike. И не исключено, что в главных вопросах мнения футболистов сборной учтено не будет. Это может лишь усугубить находящийся пока в зачаточной стадии очередной конфликт между сборной и федерацией. Его последствия совершенно непредсказуемы. В данный момент конфликт законсервирован внутри сборной. Помощи со стороны футболисты могут ждать только от правительственных структур. Однако, как раз сегодня, Россия осталась без главного органа управления. В этой ситуации разумнее всего предположить, что напряженность сборной России, видимо, в ближайшее время не спадет. Немецкий Штутгарт соперник Локомотива в полуфинале Кубка Кубка вчера проиграл Баварии 0-3. Мечи у мюнхенцев забили Финк на 21-й минуте, Шоль на 40-й и Циклер на 78-й. Примечательно, что по игровому времени голы распределились почти равномерно. За игру было показано всего две желтые карточки, и это, видимо, говорит об исчерпывающем преимуществе Баварии. У Штутгарта не было Бовича, в остальном состав можно считать боевым. Красимир Балаков провел один из худших матчей в сезоне. Его свел на нет защитник Баварии Маркус Бабель. Фрагменты игры мы покажем завтра. А Локомотив два часа назад завершил свой матч. Игру 1-8 Кубка России против Торпеда. Несколько эпизодов из этого матча мы готовы показать вам. Коля по понятным причинам оставляет желать лучшего. Что касается составов команд, то они в достаточной степени оптимальны. У Локомотива под 10 номером впервые появился Бахвотидеев, а у Торпеда отсутствовал, видимо, доминирующий по замыслам тренеров полузащитник Булатов. Видите, что преимуществ нет ни у той, ни у другой команды. Во втором тайме все решили два эпизода. Сразу же, вот видите, после того, как вышел на замену Олег Гаррес, он тут же открыл счет. Это хорошо на 71-й минуте. И в самом конце игры, уже когда все было практически ясно, ЗАЗа Джанаши установила окончательный счет. Итак, Локомотив, напомню, владель Кубка России двух последних лет, продолжает борьбу за приз в этот раз. Он пробился в 4-й финал последним. Половина участников этой стадии присоединилась еще в прошлом году. А в эти выходные стоялись еще три игры. Два из них, прошедшие за пределами Москвы, объединяют комментарии Ильи Казакова. Матч в набережных Челнах между Ротером и КамАЗом коротко можно было охарактеризовать всего двумя словами для синий футбол. Игра медленный темп, который определил на важное состояние поля, постепенно трансформировалась в конкурс ошибок. Садел дело партнеристов, среагировавшего на Дарберкеду, только лишь аплодисментами в сторону Голгоградца. От КамАЗовского вратаря эпидемия нелепости распространилась на всю Челненскую оборону. Тренний прессинг-протор удручающий воздействует на пару центральных защитников. Избков, включив пас от Абрамова, убегает к воротам и тихо бьет в углу мимо согнувшегося от удара в судьбу вратаря. 2-0. Второй танк становится вроде бы лишней формальностью. Но уже на 49-й минуте Кругунов, оправдывая фамилию, бросает Клубукова в прорыв. Излишнее рвение последнего сглаживает даже проблемы с техникой. И если бы с Олеником помогают, Киров увидит свою фамилию на табло. 2-1 на трибуне стадиона слишком малы, чтобы вместить всю радость болельщика. Однако через 5 минут Зернову никто не мешает забивать после углового. Весь КамАЗ в эти минуты думает только об атаке. Коллективное мышление скоро приносит плоды. Латкач Матвеев обманывает Шмаркова от ребенка. Таринов не ловко отбивает мяч. И набегающий лифтеров кладет вторую ложку дегтя в Волгоградскую бочку мода. И почти сразу же за ярмин с 11 метров возвращает интригу встречи в исходное положение. КамАЗ начал играть на удержание. Но за 5 минут до конца основного времени Веретенков сломал надежду хозяев на послематчевую рулетку. 4-3, вливая победа Роттера в обсудном матче. Хотели сохранить счет 3-3 до конца матча. И получили, мне кажется, такой нелогичный гол, когда один нападающий принимал в окружении 6-ти защитников и забил гол. Конечно, за 5 минут до конца все. Нам удалось забить, мы выиграли. Я думаю, по игре. Нам было нужнее, наверное, эта игра победы. Игра во Владикавказе развивалась в совершенно другом ключе. Атаковала одна Алания. А Томи обреченно отбивалась. Результат матча определило противостояние Пагаева с учельниковым. Аланец, игравший правого Хау, неустанно завершал свои фланговые проходы передачами в штрафную. Просрелы низа в Роттере ликвидировал без труда. А вот пойти в борьбу за навесной мяч не решился. Иго Хакидзе забил единственный гол в этой игре. Материализовав преимущество, Владикавказцы продолжали атаковать. Но, очевидно, кто-то сверху решил, что второй гол ворота неплохо игравших-то мячей. Это уже чересчур. Яновский, решивший сменить монотонный розыгрыш мяча на стремительность в контратаке, сделал все классически, за исключением последнего удара. А Чаладзе пока еще не выучил, что низом пробить Пчельникову почти невозможно. В оставшееся время первого тайма Гахакидзе, Чаладзе и Чайка били по воротам уже верхом. Но каждый раз мяч выбирал траекторию выше перекладины. А перед перерывом дальнозоркий Харламов углядел на чужой половине готовность Баженова к рывку. Но Сибиряк, убежавший один на один с Хаповым, испугался войти в обводку и пробил издали мимо. 1-0. Аланья сделал еще шаг к заветной цели. Выход в Кубок Кубков – это первейшая задача, наверное, команды. А в чемпионате сейчас команда новая. В принципе, задачи тоже большие. Соперник московского «Спартака» в полуфинале Кубка UEFA «Интер» вчера поздно вечером тоже провел немаловажный матч в чемпионате своей страны – Италии. Стоялось миланское дерби «Интер-Милан» и «Интер» победил 3-0. Игру фактически решил второй гол, проведенный в середине второго тайма «Рональда». После этого гола счет стал 2-0. Прочие мячи у «Интера» забил аргентинский полузащитник «Симеоны». Учитывая, что «Ювентус» в последнем туре сыграл в ничью с «Пармой», «Интер» приблизился к туринцам в турнирной таблице и теперь отстает от «Юве» всего на очко. Эту игру с максимальным количеством подробностей смотрите в нашей программе тоже завтра. Сейчас мы пока ее видеозаписью не располагаем. Сегодняшнюю же программу в финальную фазу переводит материал Александра Ткачева на сугубо «Спартаковскую» тему. В этот уикенд русский чемпион успел и поиграть в футбол, и провести пресс-конференцию. Великая неделя в истории российского клубного футбола не завершилась в пятницу, когда мы узнали, что «Спартаку» предстоит играть с «Цинтером», а «Локомотиву» со «Штутгартом». В воскресенье Олег Романцев встречался с болельщиками, а днем ранее московский «Спартак» провел матч 1-8 финала Кубка России. Игра против «Краснодарской Кубани» для «Спартака» была скорее необходимостью, чем радостным мероприятием. Спустя три дня после неспровержения «Аякса» пришлось играть с командой первой лиги, причем даже не фаворитом. С другой стороны, этот матч можно было расценивать как первый этап подготовки к играм с «Цинтером», если, конечно, возможно, отработать методику борьбы с Рональдо, Джаркаевом и компанией на команде из низшего российского дивизиона. Ну, как сказать, «Цинтером» намного тоже сильнее. Где Кубани, где итальянский чемпионат, где советский чемпионат. Олег Романцев выставил состав, в котором были и новички, не заявленные в Кубок УИФА, но которые наверняка появятся в матчах внутреннего чемпионата «Канищев» и «Парфенов». Отсутствовали не совсем здоровые «Ананках», «Листов» и «Кеченов». «Спартак» начал встречу на тех же скоростях, что и матч с «Аяксом». На пятой минуте счет открыл «Сымбаларь». После гола москвичи сбросили обороты, но в игре против клуба такого ранга «Спартак» и на низкой передаче по-прежнему имел преимущество, воплотившийся под занавес тайма в мяче «Канищев» и «Цымбаларя». В обороне «Спартаковцы» порой действовали расклябанно, позволив гостям садать два верных момента. Но Горелов не попал по мячу, а во втором случае выручил Филимонов. Гол Тихонова в ближний угол сразу после перерыва окончательно остудил атакующие чаяния гостей. «Цымбаларь» сделал хит-трик, Горлукович заработал красную карточку за фолл последней надежды. Во втором тайме, невзирая на счет, «Москвичи» действовали намного активнее, чем в первом. «Спартак» победил 6-0. За неделю до старта чемпионата, без нескольких ключевых игроков, «Спартак» выглядел мощно и агрессивно. Правда, потенциал новичков пока остается загадкой. «Мог «Спартак» сегодня что-то отработать на Кубани из-за того, что ему предстоит делать в Милане?» «Не знаю, очень тяжело на этот вопрос ответить. По-моему, такая команда, как «Интер», ее спрогнозировать невозможно. И поэтому все решится только здесь, на поле». Воскресным днем Олег Романцев проводил пресс-конференцию, посвященную началу сезона. Здесь же присутствовали и представители болельщиков. На встрече была представлена новая символика клуба. Детально игры «Интера» Романцев еще не рассматривал. Но сделают это в ближайшее время, посмотрев матчи «Интер-Шальке» и вчерашние дерби «Милан-Интер». Вопрос о строительстве «Спартаковского стадиона» упирается на сегодняшний день в проблемы финансирования. Но если все будет хорошо, то строительство скоро начнется и будет завершено года через два с половиной. Главной проблемой, интересовавшей болельщиков, стал вопрос ценообразования на матче внутреннего календаря. Олег Романцев поинтересовался мнением фанатов, сколько, на их взгляд, должны стоить билеты на те или другие встречи, записав пожелания и пообещав решить этот вопрос. Дискуссия периодически обострялась, когда ходоки от болельщиков начинали требовать бесплатного прохода на трибуны, беспрепятственного к течении Тарасовки в любое время. Мы не отгородились, конечно же, ни от кого. Но вы знаете, что изменилась ситуация не только в футболе, но и в стране. И Тарасовка стал проходным двором, когда в два часа ночи заезжают болельщики морды туда, начинают на поле шашлыки себе жарить. Наверное, это нехорошо для того, чтобы подготовиться к обаме. По завершении встречи, пока некоторые выискивали отчеты о собственных болельщиковских подвигах и страницах прессы, разговор продолжился на улице. Из высказаний Олега Романцева стало ясно, будет ли играть за Спартак Писарев, зависит от его состояния здоровья. А Мамедов вряд ли когда появится в основе. Предавший два раза, предаст и третий. Мы только с вами начинаем. 70 лет ничего не решалось. Романцев за год все должны. И кубок выигрывали здесь. Ну терпение, немножечко терпение. Сейчас стадион начнется строить. Начнет, никуда не идти. Олег, у вас верим. Потихонечку сейчас, ну чуть-чуть терпение. Таким образом, сегодня после матча «Локомотив-Торпеда» и, учитывая результаты матчи выходных, определились составы четверсиональных пар в Кубке России этого года. В чертенок встретится московская «Динамо» и «Локомотив», «Алани» с «Казанским урбином» от команды первой лиги. Последняя из команд первой лиги, которая выжила в турнире. «Спартак», «Крылья Советов» и «Ротор ЦСКА». Финал состоится 7 июня, как вы успели заметить. Ну и на сегодня все, наверное. Я только хочу рассказать вам, что в эту среду я готов ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать в среду же с 3 до 4 часов дня по телефону 217-7079. Повторяю, 217-7079. Впрочем, профессионалы телефонных звонков уже знают и так. В среду, заметьте, они сейчас и не завтра. Играйте футбол до вторника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин